Всем привет! Ну что, дождались мы реакции от Зеленского на петицию по законопроекту 2695. Вчера вечером он опубликовал свой ответ. Большой такой ответ написал там и рассказал нам о порядке рассмотрения законов и подписания этих законов. Ну это мы в общем-то все знаем. Ну понятно, для того, чтобы ответ был такой основательный. Конечно же туда нужно было подобавлять все эти нормы права, чтобы казаться, наверное, умнее. Не знаю. Вообще ответ по большому счету позитивный, потому что изначально все-таки предполагалось, что Зеленский просто отморозится, скажет я ничего не знаю, это не ко мне, до свидания. Почему именно так считалось? Потому что именно Зеленский тогда потребовал, собрал это внеочередное заседание и в числе прочих законопроектов якобы потребовал, чтобы рассмотрели и этот законопроект. Поэтому думали, что отморозится. Но не отморозится. По тексту ответа на эту петицию он пишет, что да, он увидел обеспокоенность водителей тем, что вместе с нормами, которые касаются пьяных за рулем, еще вводятся нормы, которые расширяют полномочия полиции и что это может привести к неким негативным последствиям. Заметил, значит. Это хорошо. И второе, что позитивное, что вот эти вот замеченные вещи он переадресовал в Верховную Раду. Чтобы Верховная Рада все-таки рассмотрела и дала ответ, как вот эти вот все нормы будут совмещаться в этом законе. Вы же помните, изначально этот закон как презентовали? Это против пьяных за рулем. А на самом деле там нормы, которые касаются выйти из автомобиля, передать документы, руки на руль, обыск автомобиля под видом поверхностной проверки. То есть он это переадресовал. Ну и в принципе правильно, потому что он на сегодняшний день еще пока не участник как бы этого процесса, так по закону. То есть он попросил, Верховная Рада в первом чтении приняла. Теперь Верховная Рада будет рассматривать правки. Ну и будет это не скоро, потому что они же ушли в отпуск, выйдут когда там в сентябре. В сентябре будут правки, они будут их рассматривать. И только после того, как рассмотрят все правки, тогда будут его выносить во второе чтение и уже принимать. И уже после этого законопроект этот будет передан самому Зеленскому. И поскольку он увидел обеспокоенность граждан, то мы тогда еще раз посмотрим, насколько этот момент обеспокоенности граждан будет его интересовать, когда он будет подписывать данный законопроект. Подпишет он его, подпишется или вернет с замечаниями. Но процесс пошел. Очень радует, что наши с вами усилия не прошли зря. Так что за этим законопроектом наблюдаем дальше. Ну и всего хорошего вам. Пока!